Музыка Прямо у подъезда? А кто-нибудь пострадал? Мы не в курсе. Мы тут работаем. Ну вот ты его и тянешь вот. Да, но у него ещё другой был. Это вообще... Ау. Что произошло, когда это было? Это было в пятницу в 19.55. Взрыв был. Вот здесь вот боеприпас взорвался в полисаднике. Там уже забросали. Значит, выбило окна, разбило котёл отопительный. В комнатах побило там много. Вот. Мы просто чудом остались живы. Потому что случайно пошли в спальню. Как бывший военный, думаю, что это мина была. Потому что она навесная. Минометная обстановка? Минометная, да. Да, да. Осколок. Потому что осколков очень много. Вчера у нас целый день стрельба была. С утра и до вечера. Я никуда не ходил, но так слышал, что стрельба была очень. Сегодня затише? Да, сегодня тихо. Пока тихо. Я занимался спортом, пробежку делал вокруг микрорайона. И где-то в полдевятого попал под обстрел. Первый раз. Метров четырёх взорвалось. Мне бросило взрывной волной. Общупал. Вроде целый. Побежал прятаться в девятиедажный дом в арку. И буквально через две минуты второй взрыв во дворе этого дома. И осколок вылетел. Перебил ногу в двух местах. Позвонил на 103. Ребята подъехали на ополченцы. На скорой. Забрали, привезли меня сюда. Два человека. А вот воронка, взорвавшиеся боеприпасы. Что произошло, когда это было? Это было вчера вечером в шесть часов. В районе универсалного. Мы шли с молодым человеком. И начали бомбить. Прям снаряды недалеко падать. Мы решили забежать в подъезд. Забежали в подъезд. Забежали в подъезд. Как раз мама говорила по телефону. И осколком в телефон попало. Вот видите. И фалангу оторвало. Молодой человек вообще две ноги пробил. Насквозь. Если бы мне телефон, не знаю. Осколок бы прошел. Летом вот такое было. Потом более-менее как с осени подутихло. И вот. Наверное даже хуже, чем было вчера. Хуже, чем летом. Столько жертв. Обстрел начался с 8 утра. И ночью, наверное, закончился. Центр, по крайней мере, не обстреливали. Окраины, да. Я жила на окраине, на Бессарабке. На 6-7. Там каждый день идут в бои. А сейчас в центр уже бьют. А сейчас по центру стали. Так сильно не били. Много бомбили вчера? Да. Целый день. Ну, страшно было, не? Да, страшно, как раз. Ну, уже более привыкли. Два миномета справляли, наверное. Да, да. Да, да. Да, да. Не знаю, мне как-то шамин, но... Какое то что снять? Да. А капец. из храма домой вернулись да ну дочь позвонила ваш дом попала но мы пешком уже не ходил транспорт поэтому мы пешком пришли это где-то километра три с половиной от центрального храма и вот это все застали мы сейчас поднялись пришли посмотрели ну мы в шоке ну что они твари делают что они делают куда они бомбят и опять же говорят по украинскими ополченцы стреляют сами по себе ну можно вот так делать ну как я внук учиться и я стреляйте пожалуйста убейте его вот я сама россиянка я поражаюсь я поражаюсь я приехала сюда я поражаюсь пусть он сдохнет пусть он будет проклят ему путин четверг отправил официальное письмо прекратить огонь прекратить и он его прекратил пять бомб упала в я удар это разве можно так у меня слов нет пусть они будут прокляты все я ценю к тягне бог и кличко и порошенко весь их рот дети родственники близкие родные пусть они сидят в подвалах как он президент заявил такое ваши дети будут сидеть в подвалах нет тварь твои будут сидеть вы просто шли на шли по улице в магазин нет я просто вышла с дома когда начали бахать или как-то надо пускать снаряды побежали в подвалах сын успел с мамой у меня сына надо на ноги подымать надо замерять что на то есть как бы там ничего не остались а вот как мне жить у меня сына надо на ноги подымать это хорошо хоть в больнице сейчас бесплатно лечение дают лежала на кровати разбухнула как вот сейчас я начала одеваться колгаты нам не было спортивные натянула сумка там стояла с чем с документами она всегда там но я бы ее не взяла и только потянулась видать мобильный лежал на тумбочке вот этой рукой и повернулась я сюда что-то на что-то взять одеться наверно смотрю она мне что-то не помогает смотрю она меня так вот висит на шкурке перебита и крохлынула я выскочила полотенце висела там ну хорошо сосед был мой я руславик они тоже бежать с вами снимали мне притягиваю жгутом ночи кремнем с ним показала перетянуть он хорошо перетянул за меня и эту сумку он схватил мне вот это как у каких выбежал вот поляком не одеться не во что отдали то все крови мне даже одеться не во что это библиотека мы в подвале дома сидели с 9 утра до трех дня а много ребят сейчас школе осталось много народа разве я не знаю мы в среду только узнаем пока созваниваемся у вас до этого еще занятия не был у нас каникулы сегодня мы должны были с каникулы горловка бомбили с 7 утра до 8 вечера украинская армия не стеснялась в калибрах и в количестве снарядов цели не выбирали снаряды падали на детских площадках в больниц школах это 65 гимназия триумф сюда попали три снаряда пробив крышу ещё раз и не и и где а же а а и и а и и Пока мы снимали в этой школе, начался новый обстрел горлов. Слышна крупнокалиберная артиллерия и запуски установок ГРАД.